Ребята, всем привет! Меня зовут Елена и вы на моем рукодельном канале. Вы знаете, съемка рукодельных видео это такая интересная идея вообще. Мне очень нравится, но когда я снимаю какой-то влог, вот, например, календарь рукоделия за какой-либо месяц, я потом обнаруживаю, что в этом видео, например, нет приветствия. Поэтому сейчас у меня как раз вступительная часть, у меня буквально несколько минут, чтобы записать вступление, а потом получится какой-то коллаж интересных событий, что же было у меня в сентябре. Монтируя видео за сентябрь, я так много всего хотела вам рассказать, но много из этого уже растерялось, событий было так много, и они были все настолько яркие, что, видимо, нужно было записывать каждый момент. А октябрь своими еще более яркими и приятными событиями немного как бы сместил все, что было в сентябре. Событий было их много, и сентябрь был классный месяц. Я очень много вышивала в сентябре, что-то завершала. Об этом всем я вам сейчас расскажу и покажу. Часть видео уже, наверное, о готовых работах, которые я завершила в сентябре. Возможно, вы уже что-то видели из этого, но, тем не менее, это был блог, и это было важно еще и рассказать во влоговой части того, что я делала именно в сентябре. Я обязательно сниму отдельное видео о всех оформленных работах, которые я оформила за сентябрь и октябрь, и покажу вам, дабы не как-то не тратить контент еще и о оформленных работах за эти месяцы, потому что я оформила больше 10 работ. Не все работы были мои, но больше 10 работ. У меня, вы знаете, в рулончик практически пуст из того, что я хотела оформлять. Я думаю, что до конца года, возможно, я и оформлю эти две работы, которые... Ну, три работы осталось, но посмотрим. Желаю вам приятного просмотра и увидимся в новых моих видео. Всем привет! Я завершила классную работу, которую я вышивала по схеме автора Виктории. Это авторская схема, и я честно вам скажу, что я не думала, что я буду вышивать авторские схемы. Для меня существовали раньше лишь наборы, и первый автор, дизайнер, которого я вышивала схему, это была Анна Кир. И после этого потихоньку я увлеклась именно вот действительно авторскими схемами. Я всегда была уверена, что авторские схемы – это такие сюжетные схемы, особенные вот там сложные, где много бэка. Но, как видите, вот этот дизайн – это классная схема, которая называется All Vinit is Love от Виктории. Вот такой вот у нас производитель Виктория. Купила схему, как только увидела, я влюбилась просто в этот сюжет, потому что здесь, конечно, в первую очередь меня привлекли гранаты. По периметру всего узора, всего этого сюжета, рамки, фордюра есть гранаты, и они меня просто покорили. Потому что в этом году какая-то особенная любовь у меня именно к сюжетам с гранатами. Это уже второй сюжет, и я уверена, что будет еще один. И если брать именно тему гранат, то мне хочется вышить еще один сюжет в этом году с гранатом. Но об этом потом. Планы, какие-то фантазии. Я попробую снять в каком-то видео или все-таки начать его и показать, что я начинаю. Ну, а сейчас о финише. Действительно, здесь еще мне очень нравится в этом всем бордюр. Я сейчас попробую приподнять, потому как моя классная, роскошная гортензия, которую я не могла вам не показать, закрывает немного картину. Вот смотрите, сложный такой бордюр. Видите, он такой... Вот если его, конечно, перевернуть, он будет как будто бы крест. Но только сейчас я присмотрелась, а так вроде как и бабочка. И по центру ваза с цветами, с птицами, которые сидят на плодах граната, как мне тоже кажется. И мне нравится еще очень интересный такой скрытый момент. Ну, это моя фантазия, и возможно, автор так видела. Она подтверждала мои мысли об этом. Так, вот если присмотреться вот к этим узорам на бордюре, я надеюсь, вам видно, да, вот такие вот смешные, такие есть изогнутые, как буковки С. Но для меня это не совсем буква С. Для меня это символ чего, как вы думаете? Мне кажется... Сейчас я вам приближу, да? Вот эти вот такие... Это же я правильно вам показываю? Да, точно. Вот такие вот символы. Это как будто бы знак доллара. Знаете, такой интересный знак. Вот буква С и вот эта линия, которая идет, она как будто бы их прочеркивает, как будто бы рисуем символ доллара. Ну, то есть граната, символ благополучия, значки доллара повсюду. Ну, такая, знаете, фантазия моя увидела это. Так, давайте вернем немножечко общий этот формат. Моя фантазия это увидела, и мне кажется, фантазия дизайнера тоже это подметила. И, собственно, таким образом все это. И, вы знаете, сейчас вам показываю и поняла, что у меня не завершены несколько крестиков. Вот как здорово снимать видео, чтобы понимать, что узор не завершен. Посмотрите, я вам показываю финиш, а у меня они закрыты вот здесь вот пустые. Вот здесь 5 крестиков, здесь 5 крестиков, и тут штук 7-6 крестиков. Вот как важно внимательно смотреть на вышивку еще. Будет у меня задание на вечер все-таки завершить работу. А я вам сказки сказываю, что я завершила. Здесь я долго с чем страдала? С буквами. Буквами, которые завершают и делают эту работу такой персонализированной, с моими инициалами. Это вот эти две буквы ЕТ. Эти буквы не совсем такие, как я их видела. Я их сначала вышила не на том же уровне, как цифры. И меня это расстроило. Я выпорола буквы, потом снова их вышила. И теперь смотрю, и я не могу сказать, что я полноценно ними довольна. Возможно, их стоит вышить такими более прямыми, как я чаще вышиваю. Эта витиеватость меня смущает. Но хотя, может быть, и зря. Здесь есть витиеватые верхние буквы. И они смотрятся вполне гармонично. Ну, это, знаете, такие вот мои мысли перфекциониста. Я всегда писала, вышивала буквы более прямыми. Сюжет классный. Мне очень нравится этот сюжет. Он просто потрясающий. Долго вышивался, потому что я пыталась его соединять со всеми проектами, которые параллельно веду. У меня была здесь большая ошибка. Ну, как мне показалось, большая. Мне нужно было потом здесь выпороть. Я неравномерно сделала лепесточки вот справа и слева. Справа было верно, а с этой стороны неверно. И потом парола немножко доправляла там момент такой. Так что в целом очень довольна. И волнительный был момент, когда у меня сошлась рамка. Это было вот в этом месте. Рамка у меня реально сошлась. И это было просто восхитительно, когда рамка сходилась. Потому как нужно, чтобы рамка сразу сходилась. Иначе потом процесс становится навязчивым и нудным. От того, что рамка не интересна. Машу здесь маячком играюсь. Пока вам показываю. У меня был такой вот лоток. В котором я... Деревянный, да? В котором я использовала нитки DMC. Здесь по ключу все нитки DMC нужны были. И в этом дизайне я, видите, так как вот как они хранятся, ниточки DMC у меня на косточках. Так, собственно, я ними и пользовалась. Это было для меня удобно. Вот здесь какую-то косточку я сняла и где-то посела. Поэтому мне тут целый моточек лежит. Больше всего оттеночков нужно было... Больше всего не так нужно было вот этого цвета 3023. Вот этот вот цвет. Это тот, который был в бордюре. Вот 832 тоже много ушло, потому что это была окантовка всех цветочков по периметру. То, что мы возьмем вот здесь вот. Вот эти вот вещи, окантовочка. Она была максимально необходима. Ну, конечно, бордовая. Но бордовых даже не ушел моток. То есть мотка не нужно было. Я вышивала, да, кстати. Это у меня 32-й каунт. Это основа Parchment называется. Наверное, Pictures of the Splash. Вот в данный момент забыла, кто производитель основы. Но цвет точно Parchment. Вы знаете, в целом я очень довольна результатом и оттенком. Он такой нейтральный. Он как бы такой... Этот цвет, он всеядный. То есть любой сюжет на нем ложится, по сути, идеально и без придирки. Но это 32-й каунт. И я думаю, что если бы его вышить на меньшем каунте, например, на 36-м, работа была бы, ну, более изящной, что ли, утонченной. Так-то он такой, знаете, базовый, ну, классный. Вопросов к нему просто нет. Он, ну, вот, отличный. Но вот думаю, что если бы его уменьшить, он был бы, ну, ювелирнее. Вот это вот то, что придает 36-й и 40-й каунт дизайном, это ювелирность, правда. Вот это мне, правда, очень нравится. В сэмплерах, в примитивах, когда их делаешь такими более изящными. Это классно, правда. На заднем фоне у вас прекрасная гортензия, которую я очень люблю. И она особо прекрасна именно вот в это время года, потому что она максимально такая цветная. На ней такая интересная палитра всех оттенков. Вот теперь можно уже позволить ей закрывать картину. А вот этот вазон, который вот здесь у вас, видите, это новую, я купила такую более колерованную гортензию, чтобы посадить ее где-то перед домом, там, где другие сорта, такие более, как бы, изящные, скажем. Вот это растет у меня, принимается очень хорошо повсюду, ее много. Она такими яркими свечами вот сейчас зажглась и очень красиво озаряет и освежает какие-то пятна в палисаднике, в палисаднике, в саду, там, где много мест разных. Очень интересная. А вот эти вот красивые, они, конечно, свою сочность потом теряют. И сначала вредные, потом становятся сочными, и потом только вот такими, знаете, совсем землянисто-серыми становятся по цвету. Но это тоже интересно наблюдать, как вот она меняет свой цвет. В этом году я плохо их подкармливала, но вот эти вообще почти не подкармливаешь, и они так, вот такие совершенства становятся все равно. А именно вот нужно колерованные вот эти красивые сорта подкармливать, потому как они требуют максимально большего ухода, чем вот эти. Эти просто мне где-нибудь посади, везде растут прекрасные. Ну что ж, я герой, я завершила проект. Не считая вот этих вот крестиков, которых тут, да, вот 15 штук, которые нужно за 6, да. Не считая эти крестики, я молодец, все завершила. Думаю, что вот сейчас здесь на улице прямо сяду, их и дошью не буду, я ну, до вечера. А прямо эти последние стежочки здесь и завершу. И выпью чай. Я уже налила себе чай, он уже давным-давно меня ждет. Вот, пора выпить чаек и полюбоваться на готовую работу в моем саду. Ну вот моя вышитая работа на фоне той самой айвы, которая вас так удивила некоторых. Многие из вас дали мне советы готовить варенье. Видимо, в этом году придется готовить варенье из нее, потому что урожай действительно большой, такой, ну, насыщенный в этом году, так, как никогда. Айвы много. Я немного куст тут постригла, ну, потому что, ну, совсем дикая такая была тут заросль, поэтому плоды теперь лучше видны, так явно они становятся красивыми желтыми. Нужно будет их сорвать и организовать их варенье. Тут надо, конечно, рвать аккуратно, потому что нужно надевать такие защитные высокие перчатки, иначе очень-очень можно поранить руки. Ну, айва красивая такая, очень желтенькая, такой светлый-желтый, ну, даже не знаю, какой-то цвет, в нитках деем свет, но красота. Да? Полюбуйтесь. Да? Прелесть. Такие плоды. Так, руки не удивляйтесь, они все у меня в малине. Укушу вам малину. И еще поспевает земляненько. Класс. В каком-то из видео я показывала вам плоды гинкобелоба. Они еще были маленькие, зелененькие. Сейчас они уже достаточно крупные. Сейчас я вам их на ладони покажу. Листики прям хотят скрыть. Вот смотрите, такой смешной плод. Достаточно крупные плоды, как сливки. Вот. Такой твердый. И видите, как будто покрыт налетом таким, серебристым. Не могу сказать, что прям много-много плодов, но вот они есть. Вот тут есть. Где-то открываются плоды, видите. И еще. И вон там еще есть. Так что буду собирать урожай. Не знаю, что с ними делать. Они слегка, видите, желтенькие. Слегка. Солнце так светит. На них вот такие красавцы. Декольные. Покажу вам, какой куст у меня есть красивый, яркий. Обожаю такие яркие кустарники, когда они так окрашиваются. Просто прелесть. Такой контрастный в этом углу сада. И на фоне такого уже желтеющего, начинающего подавать задатки гинкобелоба, там на заднем фоне еще есть сирень и клен, который местами начинает краснеть и создавать красоту сада осеннюю. Ну, вот мой первый такой красавчик. Смотри, кто у нас тут есть. Видишь? Ёжик. Ёжик, ёжик. Спрятался, притихло. Куколка такая. Думает, что я его совсем не вижу. Но я его вижу. Он обижается на меня, что я его заметила. Но он так громко тут пыхтел в кустах. Я думаю, ну в то, что там так он ходит. Видишь, носиком шевелит. Сейчас мы будем его с Настей Грушей угощать. Упс, а тебя увидели. Привет! Тебя уйдет. Я вам показывала в предыдущем видео, что у меня вот примерно столько сейчас в этом сюжете вышито. Это сюжет от Анны Кир. И я очень люблю этот сюжет. Давным-давно собираюсь его вышивать, завершать. И, конечно же, обязательно к финишу этого года мне нужен финал этой работы. И, вы знаете, я с удовольствием буду это делать. Сейчас у меня такая какая-то интересная атмосфера сложилась, что несколько сюжетов завершены. И мне хочется продлить это удовольствие готовых работ. Хочется, конечно, начать миллион всего нового. Я вам об этом еще подробнее расскажу, наверное, немного дальше. Но сейчас я планирую начинать, продолжать эту работу. Здесь не так много осталось на самом деле. Просто нужно действительно усердие. И вот такое, знаете, твердое усердие и нацеленность на финиш. Поэтому, надеюсь, уже в следующем кадре я вам покажу продолжение, что у меня здесь вышилось. По плану я хочу завершить как раз вот эту вот линию. Такая-такая достаточно нудная линия бэкстича. Вот здесь так много нужно сделать бэк. Давайте покажу, как это выглядит на превью. Видите, вот этот вот ряд, такой вот плотный-плотный идет зашивочка такая. Дальше как раз интересный ряд должен быть. Но я его пропущу, сделаю все вверх, вот эту сторону. Потом постираю, сделаю этот рядочек, сделаю вот этот сюжет и завершу уже низ после всего. Нужно обязательно постирать перед тем, как вышивать вот эти красивые поскошные букеты цветов, потому что потом мне не понравился эффект, как получается, когда мы это стираем. Немножечко по-другому выглядят цветы. И после стирки вот такие вот красивые, ну вот, изящные цветочки. Их не хотелось бы мне в этот раз стирать. Поэтому есть план сначала завершить побольше белого. Все, что кружевное такое. Даже можно бисер пришить местами. Ну а остальное все-таки после стирочки сделать. Сейчас вот так это у меня выглядит. Здесь такие у меня красивые цветы, розы. Сорвала розы с домашнего сада. И эти розы, они интересны, что они никогда полноценно не раскрываются. Они вот такими бутонами и остаются. Видите, такие интересные, что они на одной ветке много-много цветов. И они полноценно, вот этот максимум, который роза может раскрыть. Но именно конкретно этот сорт. Поэтому вот такие у меня кружева и розы. До следующего кадра, что у меня здесь будут за продвижение. Привет! Сейчас у нас 15 сентября. Уже середина месяца. Так быстро проходит даже уже эта середина месяца. Когда-то еще было лето. И я только думала о том, что лето как-то быстро промчалось. А если взять сентябрь, до сентября уже половина промчался. Нужно срочно вышивать, завершать зимние проекты. Вдохновившись финишем, сэмплером. И я с удовольствием взялась что-то еще завершать. Это так здорово. На самом деле я очень люблю старты. Очень люблю старты. Но финиши, оказывается, приносят такое удовольствие. Я вдохновилась. И череду финишев мне не хочется прерывать. Я взялась за этот сюжет. У меня было вышито много. Но не столько, сколько сейчас. На 15 сентября у меня вот такой классный прогресс. Сейчас у меня вышито 80%. Представляете? Целых 80%. Я где-то вставлю вам здесь картиночку из саги. Это так здорово. Я просто мечтала об этом. Что я буду его завершать. Сюжет классный, добрый. Такой, знаете, праздничный. И мне хочется финиш этот. Я до сих пор не могу понять. Хочу картину, хочу подушку. Что я хочу вообще с этим сюжетом создать. Но он такой, знаете, добрый, приятный, радостный. Видите? У Санта наконец-то появились глаза. И он наконец-то стал красавчиком. Знаете, этот Санта, он не выглядит дедушком. Он выглядит, наоборот, каким-то молодым человеком. И сейчас еще нет бэкстича, который должен быть. Здесь у него такие должны быть очки на глазах. Видите, как здесь. А у меня пока Санта очень-очень нежный, красивый, голубоглазый паренек. Но бэкстича еще предстоит много. Действительно. И видите, еще большая часть нужно выполнить вот в этой части. Здесь именно вот эти вот такие вихри вокруг Луны. Сам месяц нужно вышить. И вихри вокруг него. Ну, собственно, да. Вот эта часть, она должна быть полноценно закрыта. И еще хочу вам рассказать. Наверняка вы внимательно заметите. Или уже заметили. У меня есть глобальная ошибка, которую мне нужно переделывать. Давайте я вам внимательно о ней расскажу. Присмотритесь вот к этой части. Видите? Вот этот вот такой яркий, насыщенный свет, цвет бирюзы. И посмотрите вот в эту картинку. Как видите, это две разных картинки, два разных оттенка. Я перепутала бленды и не тем блендом зашила, ну, какой-то отрезок, какой-то участок. И когда я завершу всю работу, я буду переделывать этот кусок. Здесь нужно выбрать что-то. Я внимательно посмотрю. Возможно, у меня серединка тут правильная, а дальше неправильная. Ну, здесь есть некоторое затемнение, но у меня она очень слишком явная. Такое, знаете, я... Когда я начала как-то это делать, я не заметила совсем. А когда теперь вот вышелся весь этот вот угол, такой масштабный большой угол, он вышелся. И я понимаю, что реально ошибка заметна, ее оставить так невозможно. И она слишком явная, правда ведь? Здесь, конечно, вышивать еще достаточно много. В том плане, что я путаюсь очень сильно вот в этом небе. Ну, я понимаю, что, возможно, вы этого не поймете, не увидите. Но считать иногда, бывает даже по саге, мне не всегда комфортно, не всегда получается. И в этой мешанине я делаю ошибки, правда. И я надеюсь, вам их не видно, и вы их не найдете никогда. Где-то здесь на один крестик бывает больше нужного цвета синего. Иногда больше на один там бирюзовый оттенок, на один крестик. Просто иногда увлекусь и уйду, думаю, ну, не буду выпарывать. Просто пускай уж так и остается. Действительно, у меня это не так уж слишком, скажем, ну, так раздражает, что ли. Какая-то недостоверность, возможно, в этом таком интересном сине-голубом оттенке всего. Вот эти вот такие клубы синего, голубого, бирюзового и светлого. Они могут быть любыми, поэтому крестик туда, крестик сюда иногда гуляют у меня. Но я их даже не вычислю, ребята, потому что, ну, не вычислю. Возможно, если смотреть на первый отшив, там будет совсем все по-другому и все очень правильно. Но у меня неправильно. Ну что ж, так тому и быть. Картинка-то будет у меня. Я надеюсь, за меня это фрузилок простит. За то, что я тут такие делаю иногда ошибочки. Но нацелена так, чтобы сделать финиш к концу этого месяца. Я не знаю, получится или нет. Я вам в этом расскажу в конце видео. Возможно, действительно у меня получится финиш. Пока 80% вышито, есть настроение еще вышивать. Я слегка болею. Не так много гуляю, не так много перемещаюсь. Поэтому есть цель. И хочу ее достичь. Конечно, каждый день хочу начать что-то новое. Каждый день у меня просто, знаете, какие-то коробочки, корзиночки, какие-то ниточки, какие-то схемочки. Я все переставляю, все перемещаю. Мне реально хочется срочно начинать что-то еще. Но я потом сажусь и методично вышиваю и двигаюсь к финишу этого сюжета. Он классный, он красивый, добрый. И мне реально хочется уже завершить эту работу. Ну, какой Новый год без Санты? Мне думалось, что я в этом году вышью еще одного Санту. Точнее, целый такой вот коллектив Сант от Dimensions. Но я поняла, что так много Сант в одном году вышивать, это чересчур. Ну, вот по одному сюжету именно с Сантами, думаю, достаточно. И вот этот Санта будет моим глобальным проектом этого года. Он, конечно, вообще был внеплановый. Ну, что делать? Когда-то я его взялась вышивать, поэтому нужно его и завершать. Встретимся в следующих включениях, возможно, с продвижениями Санты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я очень рада, что этот сюжет готов, и я просто мечтаю поскорей, вот поэтому поскорей снимаю вам, отправиться с этим дизайном в багетную мастерскую, чтобы скорее запечатать все это быстренько под стекло, чтобы никакая пыль не сумела сесть на этот проект. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 глазки, которые здесь красиво получились. У меня действительно глазки. Они такие глазастые глазки. Интересный был сложный момент с этим бэкстичем. И розочки, которые здесь вот в бордюре есть. Все подробности по этому сюжету я рассказывала вам в отдельном видео по этому проекту. Я не знаю, оно выйдет раньше или позже этого. Обязательно вам ссылку оставлю где-то здесь на экране. Посмотрите, пожалуйста. Также оставлю под видео. И вы знаете, я очень рекомендую вам посмотреть, если вы планируете вышивать подобный сюжет. Либо конкретно этот сюжет. Потому что в этом видео я рассказываю, показываю, как я выполняла эти розы. Как я выполняла вот эти розы. И как это все несложно. Несложно, действительно несложно выполняется. Стоит лишь получить такое, вы знаете, небольшое знание, основательное знание о том, как принципиально это создается. Потому что на самом деле не так уж сложно все это делается. Настолько пугают все эти сложные моменты. Мы каждый день делаем много тысяч крестиков. Ну, хорошо, пускай там сотен, десятков крестиков. И мы не так часто выполняем вот эти сложные на первый взгляд стежки. Если бы мы их выполняли столь же много, как и крестиков, то это все было бы гораздо проще. Поэтому просто нужно отдельно, вот когда вы вышиваете этот момент, на какой-то другой ткань, немножечко порепетировать, буквально шовчик-два, порепетировать какие-то отдельные вот те части, которые нужны в этих шовчиках. Розы вышиваются красиво, здорово. В этом отдельном видео я снимала поэтапно, как я вышивала конкретно вот эту розу. Сперва я вышила эту розу для центровки. Или вот эту, по-моему, даже не помню точно. Вот вышила одну из них, потом уже вышивала следующую. И вот много подробностей есть обо всем как раз вот в этой розе. Они все выполняются одинаково. Очень красиво, здорово. У меня именно это все было набором. И вот остатки набора. Все осталось, все есть в наличии. Также по поводу бусины, которая пришивается снизу. Это бусина, чешская бусина. И она немножечко чуть по-другому должна была как-то вышита быть. Пришита. Я снизу пришила бисер для того, чтобы можно было в этом бисере, скажем, завернуть нитку снова назад и внутри пройти наизнанку. Бусина это вообще в легком падении, свободном таком. Она свободная. Я очень надеюсь, что она под стеклом. Она тоже будет там качаться. Для нее будет специально такое оформление интересное. Называется в киот. Или там под киот. Я уж точно не знаю, как правильно даже это произносить. Кстати, надо уточнить в багетной мастерской. Оформление в киот или оформление под киот. Буду ожидать от них результатов, когда я к ним доберусь. Вот если смотреть на превью и смотреть на готовую работу, то вы знаете, один к одному я рада. Немножечко может быть у Анны чуть-чуть по-другому расположены некоторые там веточки, что-то там такое в букете. Но так как эта техника такая специальная, то она немножечко у всех по-разному получается. И это красиво, это интересно, это может быть. Розы наверняка вот эти получаются одинаково. Но просто здесь нужно реально как-то набить руку. Вышив одну розу, я ее прям полюбила. Вышив соседнюю, я вообще влюбилась. Вышив до края, я поняла, что это лучше. Ну, как-то знаете, поэтому... А когда вышиваешь такой десяток этих росток, это совсем получается, они все просто шедевральны. Да, самое интересное, это опять инициалы. Я, конечно, вышила как без них. Вышила другой техники инициалы, чем предлагала Анна. Тот алфавит мне не подошел. Я люблю все-таки такие, знаете, устойчивые буквы, четкие, прямые. Ну что ж, кажется, я все об этом рассказала. Чуюсь в багетную мастерскую, чтобы все это вам быстрее показать уже в оформленном виде. Как быстро они оформят, не знаю. Кстати, я сейчас сделаю очередное включение о том, как я собираюсь в багетную мастерскую. Собираюсь в багетную мастерскую. Вынула ролл, который у меня совершенно оказался немаленьким. И я удивилась, что я в этом году так мало оформила работу. Планирую, что же взять с собой в багетную мастерскую. Может быть, я даже возьму больше. А там посмотрю, к чему я сумею подобрать вообще багет и какое будет у меня настроение к тому, чтобы это оформлять все или частями, или отрывками, или еще каким-то образом. Ну что ж, да, вот мои кружевые розы. Те, кто смотрел чуть раньше, вы видели эту готовую работу. Обязательно возьму ее в багет. Она первая просто в этом плане для оформления. Дальнейший сюжет, который еще до сих пор не оформлен. Это я вышивала дизайн в начале года в некотором небольшом таком совместном проекте. Называется Victorian Tile. И это был сэмплер. Забыла производителя. У меня есть где-то об этом проекте видео. Я оставлю вам ссылку, если вы захотите подробнее посмотреть о том, что же это за проект. Потому что очень красивый дизайн. Вышивается ниточками DMC. Не сложно, очень красиво. Люблю его, действительно. Просто искала ему пару и подбирала вообще, как его оформить, чтобы он был бы интереснее. Но, как видите, пока он еще не оформлен. Еще есть небольшая малышка. Тоже до сих пор не оформлена. Это такой чудесный, романтичный, очень необычный, наверное, очень простой сюжетик. Мне он очень нравится. Даже не помню производителя. Но где-то точно я рассказывала о том, что я эту работу вышила. И у меня есть где-то вставочка. Я посмотрю, где. И там есть, я рассказываю об этом. Очень такой, знаете, нежный, приятный, красивый, контрастный, смешной местами. Я с вами буду согласна, если вы там напишите, что он специфичный. Но он интересен. Мне хотелось такой простоты. Это я вышивала на 32-м каунте. Если бы я вышила его на воле белка, то это был бы вообще очень изящный сюжетик. Цветок тюльпана. Мне он очень понравился. И действительно, мне захотелось вышить именно вот так, как оно есть. И это очень такой, знаете, ну, просто очень примитивный сюжетик, но нежный. Вот совсем недавний финиш, как видите. После того, как я вышла кружевая роза, то овечки также стоят просто в первоочередном плане на оформление. Видите, я вот здесь вот такие очень скромные, маленькие написала инициалы. Год. Мне это было интересно вот таким образом. Я когда в кружевах пыталась сделать подобное, но там как-то этот фокус не сработал. И это было не так интересно. Также совсем не оформленный дизайн, но вышивался в этом году. Эти красивые гранаты. И мы вышивали это в гранатовом СП. У меня тоже есть видео по этому поводу приглашения, о том, как мы там разыгрывали призы. И мы вышивали вот эту красивую, очень стильную работу. Я ее очень люблю. Это гранаты, это сюжет Дона Вербинин Джампа. И еще один мой сентябрьский финиш, который я вам вначале показывала этого месяца. Это вот этот дизайн. Это по схеме Виктории. Все, что нам нужно, это любовь. Тоже едет со мной. Может быть сегодня, может быть завтра. Уж не знаю, как я по времени успею. В багетную мастерскую. И прям хочу, хочу скорее это все оформлять. Как видите, сюжеты все разные. И самое интересное, цвета основ тоже разные у всех. Я в этом году как-то по-разному подбирала основы. Все, но вот только вот эти две. Они на таком красивом сером цвете. И вот кружева вообще на интересном 778 цвете Белфаста. Вот такие проекты поедут со мной. Вот эту работу я бы еще разочек прогладила. Она немножечко как-то высохла волнами. И я влажно как-то гладила. Она не совсем идеально глажена. Мне хочется более наглаженности. Есть у меня еще несколько неоформленных. Но пока подождут свое время. Срочно вышив вышивку кружевая розы. Я просто не удержалась, как мне приспичило поехать их и отдать на оформление. Прихватив с собой ролл, чусь скорее на оформление. Помните, отдать и оформлять несколько работ. Но самое главное кружевая роза. Потому что я прям реально волнуюсь, что их будут трогать и искать без меня. И мне нужно их оформить, чтобы их спрятать под стеклом. Фактически прямой эфир. Снимаю прямо в мастерской. На полу багетной. Потому что терпения не хватает. Все это вам снять и срочно показать. Сегодня же буду монтировать видео и вам покажу. Какая красота. Так, отражается немножко, но я подвину. Классный киот. Просто цвет идеальный внутри. И багет. Для бусинки места достаточно. Обалдеть. После похода в багетную мастерскую, после того, как я забрала работу, мы встретились с девчонками в кафе. Любим мы встречаться в этом кафе, пить чай, кофе, есть эклеры. Они всегда оригинальные, вкусные, свежие. Ну и тут мы делимся впечатлениями от того, что мы вышиваем, что в процессах. И это дизайны, которые вышивает Наташа, вышивала. Она их завершила всю серию. Дизайны Милхилл, вышитые на ткани с люрексом. Это, кажется, Мурана. Я вот немножко позабыла. Такая с переходами, видите, с сероватыми такими отливами. Очень интересно. У меня есть вся серия вышита. А это две работы, которые оформила Лена. Это деревянный багет, но здесь нет стекла. Очень оригинальная подача в том плане, что работы без стекла, но они еще с дополнительной такой мягкой синтепоновой подложкой. И работают такие выпуклые, очень дышащие, ну вот как будто бы живые. Потрясающе смотрятся. Я не встречала ни у кого такой подачи, так чтобы я живьем видела, кроме как у Лены. Очень оригинально, интересно. Мне понравилось. Это мои кружевые розы, которые я забрала из бакетной мастерской. Вот здесь в кафе делала небольшую съемку. Очень интересно. Мне хотелось в тот же момент снять легкое такое впечатление о том, как выглядит работа в оформлении. Здесь было еще несколько вышитых небольших миниатюрок. Тоже работы, которые вышивала Лена. На достаточно мелкой основе. Больше всего меня покорили эти ежики. Они потрясающе красивы. Дизайн от Plum Street Samplers. Там есть целая серия вот таких вот горкой сидящих мамы, папы и малыша. Либо там друзей, не знаю, как-то там играющие в какие-то игры. Очень оригинально. Вот не знаю, чей это дизайн. Забыла, Лена что-то рассказывала. Но, честно говоря, у меня вылетело из головы. А вот эти дизайны помню. Это дизайн Натальи Широких. Был такой совместный отшив в Инстаграм. Назывался он Дубовые истории. И в этом всем глобальном проекте было 5 дизайнов. Именно те, которые вышивать надо было по очереди. Там схемка выдавалась. Как-то там они вышивали постепенно. А шестой проект, шестая схема, высылалась тем, кто завершил все вышивки вовремя. И вот это вот, да, это была последняя выданная схема. И вот интересно, она отличается от других тем, что здесь нет центрального элемента. Она немножечко другая. Вот такая, видим, как на тему Хэллоуин. Как раз интересно. Все дизайны вот Лена очень оригинально оформляет. В том плане, что она передает им такое изящество и ювелирность, и блеск. Такой, знаете, шик в плане создания дополнительного блеска. И он меняет кардинально то, как выглядит полностью подача этих игрушек, этих работ. Здесь пайетки, и они не такие яркие, но они сияют, потому как они, ну, именно впитывают цвета, тех оттенков цвета, которые мы видим вокруг. Очень интересно. Красивое очень оформление. Лена, как всегда, умеет создать в этом какую-то изюминку. Красота. Люблю наши встречи. Они всегда приносят массу вдохновения. Этот дизайн, кажется, Алиса, производитель. Я вот могу ошибаться, сейчас забыла. Две миниатюрки и две последние работы, которые Лена как раз уже собиралась оформлять в тот момент. Это два, две будущих игрушки Dimensions. Лена вышивала подбором. Она, как всегда, любит создать свой стиль в этих игрушках. А это вышивается проект Наташей. Это Dimensions, оригинальный набор. И у Наташи потрясающее здесь предвижение. Уже практически половина работы на тот момент была. Я думаю, там уже вот-вот и финиш. Этот дизайн Ланарт. Нежнейшая работа. И вот не помню, кто автор, кто производитель вот этого набора. Это очень красиво смотрится. Возможно, РТО, либо Панна. Девочки, тут не буду вам даже привирать, не помню. Дальше мы забежали на небольшую выставку. Это Заремская Мария Ивановна. Но, к сожалению, у нас не получился такой хороший продуктивный диалог с автором. Но было интересно посмотреть. На этом, девочки, все. Желаю вам продуктивных вышивальных дней, недель. Пусть у вас все получается. Всех целую, обнимаю. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok